ну что здравствуйте друзья спасибо всем кто в этот вечер с нами сегодня у нас вот этот красавец казбек и ближайшие там час не знаю полтора как пойдет мы поговорим о восхождении на этот второй по высоте вулкан который находится на кавказе значит казбек это страта вулкан и на него существует два самых популярных вида восхождений это восхождение с юга и восхождение с севера восхождение с юга она осуществляется с грузии из степан с минды еще его называют поселок азбеки там штурмовый лагерь находится на медиастанции в районе трех 700 высота но мы сегодня поговорим о очень классном очень крутом восхождении и многие гиды по достоинству его оценивают и говорят что одно из самых красивых вот из таких из рядовых восхождений если сравнивать эльбрус там эльбрус юга эльбрус севера казбек с юга казбек с севера казбек с из россии с северной страны из кармадонского ущелья и это супер бомба и приступим пожалуй вот к чему с чего начинается и примерно вот так выглядит нитка маршрута начинается все вся эта история начинается во владикавказе северная сети вы туда прилетаете на самолете либо добираетесь на машине и о чем сразу стоит сказать восхождение на казбек севера это такое довольно дикое восхождение дико в плане того что инфраструктуры очень мало люди которые поднимались на эльбрус брус юга эльбрус севера в любом случае даже на казбеке с юга в любом случае существуют какие-то элементы инфраструктуры есть какие-то прокаты магазины туристические и прочие вещи где можно покупать снаряжение все необходимое и вот вопрос допустим с газом который ну прям стоит остро если вы прилетели на самолете потому что газ невозможно с собой перевести в самолете вопросом газа вам нужно озаботиться еще во владикавказе потому что дальше его приобрести будет просто негде вот маршрут начинается ваш маршрут начинается во владикавказе и от владикавказа до кармадона вот до пункта номер один порядка 30 там 7 ну около 40 километров по грунтовой дороге ехать можно договориться о заброске с местными ребятами с таксистами можно вызвать там такси кроник яндекс прочие вещи стоит это по-разному две с половиной три тысячи но у вас добросят до кармадона либо до от миникау о чем еще сразу стоит сказать это о том что так как казбек находится на границе россии и грузии соответственно нужны пропуска пограничные пропуска их можно оформить если вы пребываете в дневное время в кармадон там есть погран застава их за полчаса на всю группу там если вас не важно 8 человек минут за 40 вы их оформите быстренько если вы планируете в кармадоне быть вечером когда программ застава там не работает ну как то так у вас получается то лучше конечно оформить это все через госуслуги мы обязательно прикрепим ссылочку как это сделать потому что на спортмарафоне на сайте есть статья о том как это безболезненно быстро сделать через госуслуги сейчас программ пропуска оформляется очень быстро неудобно вот классика севера категория трудности у него 2b такие настоящие 2b потому что с юга там ну все-таки чуть полегче и мы об этом тоже поговорим общая протяженность маршрута порядка до 4 километров на этот засекали так под армином это вот как очень средняя такая и суммарный набор высоты получается было 3 там 350 итак первый пункт кармадон что такое кармадон кармадон это раньше была такая здравница всесоюзная и горный курорт получается ехать вот по такой грунтовой дороге очень красивая кармадонского щели и он называет кармадон скующие ли дальше он там ущелье реки не на руку грунтовая дорога и самое интересное что вот эта дорога по которой вы едете она живая и так называют живая потому что в 2002 году когда произошла глициальная катастрофа когда сошел ледник колка и сентябре уничтожил и сам поселок большую часть поселка да и те злополучные дни погибла съемочная группа сергея бодрова вот ледник который сходил со страшной силой со страшной скоростью он дошел там до самых еще дальше вот вы сейчас видите машину да то есть он прошел огромное расстояние и при въезде при подъезде к кармадону можно увидеть возле тоннелей старых уже заброшенных можно увидеть вот такую табличку где люди память сергей бодрови оставляют ну какие-то там приносят сигареты приносят иконы цветы и на табличке написано если человеку пришлось умереть то тот кто его любит не перестанет любить сергей бодров вот это место такой мемориал памяти 3 бодрова младшего сам кармадон выглядит вот так это пятиэтажка она по-моему единственное там вот справа есть такие домики просто но получается заброшенные недостроенные разрушенные с деревьями на крышах это все очень выглядит колоритное для фотографов для людей которые любят такие неоднозначные вещи это просто клад можно делать уникальные фотографии потому что деревья там растут человеческий рост на крышах этих домов кармадон это очень очень мало там людей живет получается даже я не знаю если честно чем люди там занимаются конкретно таким промыслом как они там выживают потому что единственная многоэтажка который мы заметили еще там есть пограничная застава вот если двигаться от кармадона можно получается доехать до кармадона а можно доехать до поселка от миникао вот миникао это получается последний такой оплот цивилизации миникао заканчивается цивилизация заканчиваются люди и дальше получается только маленький домик пограничников больше на маршруте вам никого из какие-то постройки сражениями встретятся почему еще я говорю о том что этот наш маршрут дикий полностью экспедиционный то есть все что у вас есть весь лагерь здесь все вы нещите на себе начиная от миникао здесь вы можете принять ванну вот это великолепно она на многих фотографиях в интернете попадается с разных ракурсов реальная ванна в которой можно там не знаю искупаться холодная родниковая вода миникао это несколько домиков буквально с людьми там можно договориться если вы приехали на машине на свои это можно договориться там за 50 рублей в день оставить машину во дворах и уже оттуда отправиться собрать вещи я же говорю нужно что при вас обязательно был пропуск потому что дальше вас ждет пост пограничников на котором этот пропуск проверят вот примерно вот так выглядит ущелье ущелье очень красивая очень живописная тропа она не спускается к реке она не поднимается но прям так идет вот здесь кстати но не знаю насколько вам видно здесь видно домик пограничников вот возле этого домика пограничников как раз ваш будет первый такой привал если вы в миникао оставили машину взяли все вещи пошли до домика пограничников дойдете там минут за двадцать где-то за полчасика там покажите пропуска пограничные у вас проверят документы зарегистрируют вас получается и дадут посмотреть такую технику если попросить военный бинокль просто мощнейшая штука мы были в огромном восторге потому что сравнить это с обычным каким-то бинокулем ну прям небо и земля потому что видно очень далеко очень классная стабильно он стоит на ноге у него стабильная картинка и можно посмотреть весь маршрут всю линию до и кармадон кармадонских ван и до контрфорса поэтому вот обязательно когда будете там попроситесь посмотреть в эту уникальную военную оптику ну вот так примерно идет тропа несколько раз она заходит в лес такие лесистые места по пути еще встречается малина можно там покушать я сейчас рассказываю мы были в августе фотографии сделаны в августе в августе да естественно есть малина там облепихи полно если в какое-то другое время то не знаю там что может встречаться но малина в августе есть точно однозначно вообще восхождение в какой предпочтительнее период совершать восхождение на казбек севера предпочтительнее делать во второй половине лета и в начале начала 8 самая устойчивая погода стоит беспроблемно понятно что можно совершать дизельные восхождения но это уже мы говорим о более таких про опытных ребят про альпинистов которые там проверяют себя сейчас мы рассказываем просто маршруте таком не сказать попсовом но довольно популярным и для людей с не очень большим опытом вот о чем стоит сказать вот в ущелье всегда очень такая неоднозначная может быть погода то есть вы идете идете солнце все отлично и моментально это специфика этого ущелья моментально может подняться вот такой туман облачность и все вы не видите ничего вы мокрые в молоке поэтому при себе недалеко иметь обязательно дождевик какой-то дождевой комплект одежды это прям при нас было ты идешь и тебя настигает моментального молниеносного ты все ты уже идешь в молоке не видишь ничего до вот этих ванн вот они кармадонские ванны великолепные совершенно но вот этих ванн от миникао и порядка 4 часов что это такое кармадонские ванны это такая супер достопримечательность местная и чем она примечательна это такая горячая минеральная вода порядка пяти ванн существует с разной температурой воды и вот сюда можно даже приходить приезжать людям которые не собираются совершать восхождение это очень популярная такая вещь многие люди из владикавказа приезжают просто оздоравливаться то есть оформляют пропуска тоже для того чтобы просто туристическими группами походить погулять одним днем без ночевок прийти на эти великолепные источники там есть и источники с минеральной водой можно попить и в то же время есть эти ванны в которых можно искупаться ну скажу так что вода в ваннах разной температуры но в самой самой горячей порядка 60 градусов и сидеть там сразу в нее залезть очень тяжело постепенно можно привыкая из одной ванны другую переходить и соответственно постепенно набирая температуру чтобы не было шока потому что рассказывали даже что были такие случаи и летальные исходы когда люди сразу там прыгают горячую ванну там может не выдержать сердечно-сосудистая система поэтому если будете в этих местах обязательно думаете о здоровье и постепенно во всем хорошо как ко всему нужно подходить так с расстановкой сразу не лезть наружу в районе кармадонских ванн это получается ваша первая ночевка в районе кармадонских ванн до самих кармадонских ванн есть много мест для установки пола прям защищенные такие плоские места и несколько мест для установки палатки есть уже за кармадонскими ваннами недалеко получается разместиться очень большим группам даже можно а очень больших групп здесь практически не бывает здесь даже в сезон когда август конец июля здесь все но не такой популярный маршрут как даже казбек с юга или эльбрус с севера здесь меньше народу и соответственно гораздо гораздо проще стать палаткой вот так еще выглядит ванны ванны эти довольно большие то есть у них в центральной ванне если вы видите вот эту ванну центральной ванне может поместиться я не знаю там человек на 30 плотничком и они такие довольно глубокие в них прям очень рекомендую после восхождения после удачного остановиться там подписать чтобы расслабить мышцы вы набрались сил новых новое совершение новой подвиги целом конечно кармадонские ванны ну вот такой лечебный инструмент и он привлекает дополнительно привлекает людей к этому маршруту после кармадонских ванн после ночевки там да с водой я сказал воду с водой проблем нет там есть вода родниковая не родниковая вернее даже минеральная вода и единственное что пить из ванн нельзя потому что она непригодна а вот рядом там промаркированные есть источники вот из них пить можно так буду отвлекаться потихонечку на комментарии может быть кто-то что-то задает какие-нибудь вопросы чтобы у нас да пока вопросов никто не задает ну и ладно вот и после кармадонских ванн последнее время вам будет предстоять такая интересная очень забава как переправа через реку раньше через реку вот внизу видно реку геннолдом раньше через реку переправа была это был мост довольно такой хлипкий мост и люди стёгивались в систему стёгивались саму страховку использовали а теперь переправа выглядит вот так соответственно стали стросы натянутые и сначала переправляете рюкзаки снаряжение и потом переправляете сами отнимает немного времени но в то же время придает какой-то такой дикости опять же маршрута и пикантности всему этому мероприятию после после переправы через реку вас ждет марина по марине это как раз вот остатки схода вот этого ледника а огромного ледника колка все под вот этими камнями все ледяное живое очень такое вязкая зыбкая но на фотографии здесь видно что тропа довольно твердая но местами эта тропа переходит в такие довольно вязкие участки тропа промаркирована бездетные от туры поэтому заблудиться потеряться практически невозможно тем более если вы идете по максми там прямо вот есть хороший очень трек виден и вы направляетесь как раз вот здесь видно сзади видно место ночевки оранжевым таким пятном видно железо которое присутствует в воде на кармадонских ваннах вы получите переправляетесь через реку и начинаете движение вверх 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 такой прям пупырь довольно тяжеленький плане того что он нелегко дается хотя выглядит довольно так просто полога вы поднимаетесь на него и двигаетесь к началу получается скального контур форса с выходом на ледник смотрите обязательно нужно будет выйти на ледник обойти там никак нельзя по поводу того одевать ли здесь кошки для безопасности или нет принципе можно и без кошек обойтись потому что ну довольно такой с краплением камней ледник он ведется не скользко для безопасности конечно можете кошки один и вот такие вот места переправы вода себе пробивает вот такие вот очень красивые ходы и через вот такие вот такие моменты конечно тоже придают особой красоты вот так ли ледник сверху если подойти к контрфорсу к скальному он довольно изрезан сверху но когда вы проходите получается маршрут от от марены через ледник вот сюда выглядит все довольно плоско как я уже говорил на самом деле сил придется оставить смотрите здесь есть внизу места под остановки с палаткой можно останавливаться здесь некоторые группы останавливаться здесь не стартую сразу на и 500 это при 500 это стоянка крест следующая стоянка следующего дня многие останавливаются здесь мы так не делали в принципе я не рекомендую потому что вряд ли здесь не так красиво и не также описано как стоянка которого ждет выше и опять же там есть свои прелести сейчас расскажем о них дальше вот так будет выглядеть начало маршрута здесь немножко видно начало провешены веревки перила где-то провешен трос где-то провешены веревки старые и веревки если покажу как они выглядят и вот здесь стоит сказать о снаряжении мы обязательно прикрепим список со снаряжением удобный который можно будет скачать по нему собраться для восхождения на козбек что стоит сказать о снаряжении вот именно вот этот участок подъем по контрфорсу требует обязательно наличие фонариков до бахил защитных потому что насыпается в ботинки довольно много вот этой каменистой пыли и здесь прям желательно иметь каску конечно самые такие рианые ребята могут и в бейсболке залезть где угодно но каску здесь желательно иметь почему потому что от впереди идущего падают прям камни булыжники огромные и все это может прилететь вам на голову и закончится вас ваше восхождение может еще самом-самом можно сказать начале поэтому каска и защитные гидры они прям здесь будут очень желательно я даже сказал необходимы поэтому нужно будет обязательно озаботиться этими элементами экипировки еще до приезда туда подъем по вот этому скальному контур форсу он сопрягается вот с такими вещами то есть где-то есть самых крутых ответственных участках есть протянуты металлические тросы и где-то вот такие веревки довольно жидкие принципе лезть по ним можно и желательно конечно встегиваться мы не стягивались но мы такие ребята на грани риска скажем так многие ребята вот кто мы видели группы они в принципе стягиваются я рекомендую для того чтобы времени много на это не потеряете но в принципе для безопасности где-то силы потеряете остыть здесь обязательно можете все делать вот так выглядит на промежутке где-то между 3 500 и ледником вот так выглядит картина на низ ледника майли вот здесь вы видите слива слева и вот здесь вы видите в как раз место отрыва он вместо отрывал здесь вот этот ледник колкой был под вершиной джамара он отсюда сошел еще поднявшись выше будет видно конечно еще лучше но первые такие глобальные глобальная картина какая глыба льда подпружинившись водяной подушкой как она соскочила и спускалась уже отсюда становится понятно вот эта глициальная катастрофа которая произошла в 2003 году она была конечно просто масштабная и на этой фотографии на фотографии как обычно они не передают масштаб всего но на этой фотографии не видно сколько большой этот ледник этот ледник был просто огромный размером по размерам экспертов он был гораздо больше чем ледник майли вот вот так вот выглядит стоянка крест почему она так называется шенга крест находится на высоте 3 500 называется потому что там на возвышении установлен вот такой вот крест с иконой божией матери и под этой стоянкой получается очень много мест укрепленных защищенных от ветра очень много места для стоянок с палаткой это прям такое цивилизованное место где есть вода недалеко есть там ручеек важное время понятно это будет ручеек там водопад но в августе это прям хороший такой ручей где можно искупаться набрать воды и здесь уже есть гнезда не нужно сооружить ничего здесь есть гнезда для защиты от ветра поэтому можно спокойно становиться без проблем и то что видно вот сзади я пытался сегодня специально запилить для вас такой хотя бы гифку потому что очень хочется передать красоту этого места но к сожалению трансляция не может пробросить видео контент и только фото вот эти языки из облаков которые каждый день по несколько раз в день вы можете видеть в ущелье учили в реке геналдон и вот это вот этот язык сейчас видите хорошо это просто такое завораживающее зрелище там увидите море из облаков серединке такой вот остров и бушующее такое похоже реально на змею которая двигается по ущелью это очень красиво впечатляет и для фотограф для любителей вот такой съемки особенно там можно снять очень крутые это такое очень шикарное место вот здесь задают вопросы и я сейчас до ледника и обратно за день на ли те реально ли дайте до ледника получается дойти за день вполне реально потому что смотрите от миникао вы можете дойти до кармадонских вам за в зависимости от вашей физической подготовки можно дойти за три три с половиной часа вот примерно так переправиться через реку но это еще займет у вас полчасика и до ледника да то есть если вы хотите до ледника прогуляции и вернуться если рано утром стартовать драк вечер вы вернетесь с этим проблем не будет если у вас группа такая ну антилопа если вы такие более не совсем туристические не совсем спортивные тогда тогда надо как-то планировать ночевку наверное все потому что вечером возвращаться тропа от миникао до ледника она довольно простая там есть участки написано опасно но на самом деле опасности как таковой там можно конечно ночи если эти без фонарика и если идти там еще и не трезвым конечно можно там упасть сорваться но это можно сделать где угодно поэтому можно добраться легко я вам просто скажу что мы делали это восхождение за четыре дня и после восхождения мы переночевали но наверху я вам потом расскажу где это покажу и вечером уже были в машине ехали обратно уже на трассе были поэтому все зависит от вашей физической формы от ваших обетов вот такие можно кадры снять на это кадры снятые на gopro конечно я смотрю в трансляции есть артур ахметов есть настоящие ребята которые прям с хорошей оптикой могут сфотографировать и запечатлеть сумасшедшие кадры вот звездное небо в горах это вообще особая история особый случай и там есть есть на что посмотреть и засветка там определенная такая очень интересный момент я к сожалению в трансляцию не вставил там какая-то уникальная получается на фотографиях получается такой свет просто непередаваем в общем это нужно чтобы сами фотографы увидели что происходит там на этих местах вот о ком хочется рассказать все знают что на восхождении на вулканы нас если говорить о эльбрусе с севера на эльбрусе севера на поляне эмануэля живет просто огромное огромное количество горных сусликов и здесь этих сусликов заменяют вот эти ребята это горностая и на стоянке 3500 эти горностая очень много они там тоже выпрашивают еду они такие более пугливые потому что суслики на эльбрусе на поляне мануэля они прям такие довольно живенькие ребята они могут очень близко подойти горностая более пугливые но выглядят они очень симпатичные ребята конечно их очень много там поэтому для любителей еще фотосъемки и живности на 3500 вас ждет вот такой сюрприз на стоянке крест запаситесь какими-то мелочами там сухариками для того чтобы вот этих мелких грызунов великолепных подкармливать так вот здесь уже получше видно ледник майли он очень красивый довольно такой видите изрезанный весь и многие опять же подмечают там местные люди местные гиды говорят что это прямо один из таких самых красивых ледников которые у нас есть россия ну конечно много ледников есть но это прям такой выглядит все это очень грандиозно массивно и самое интересное что все это очень движется сильно и постоянно сходят какие-то лавинки такие поменьше больше даже следы видны сходов и когда вы спите вы постоянно спите под шум такой вот движение горного движения лавины сходят постоянно поэтому вот этот лайфхак который я подслушал дмитрия ковина я вам просто рекомендую возьмите с собой беруши беруши будут прям ну либо наушники либо беруши потому что спать под шум такой вот брохот но не каждый сможет это а это там происходит довольно часто вот после того как вы переночевали на кресте по тому же скальному контур форсу вы поднимаетесь на так называемые стоянки под пиком ожд называется он так мы выяснили называется он так в честь адженикизовской железной дороги и это в как раз и есть такой базовый лагерь штурмовой лагерь для восхождения вот уже на казбек восточный здесь вершинку это видно опять же здесь гнезда и здесь я вам посоветую найти гнездо найди гнездо себе какое-нибудь по такое по ветрозащищение потому что ветра здесь просто космические какие-то сумасшедшие мы с такими ветрами встречались конечно но там прям сильно ветреные да поэтому и по лаку должна быть соответствующему как вы видите у нас мормот там тот тор такая довольно защищенная от ветра это такой бастион в котором довольно надежно в целом палатка должна быть надежная и потрудитесь если пришли заранее до соорудите себе вот такое вот убежище из камней повыше поставьте эти стенки для того чтобы просто не случилось так что ночью вам придется эту палатку спасать куда-то за ней там бежать и прочие прочие вещи то есть о лагере нужно позаботиться обязательно чтобы он был укреплен опять же здесь лавины тоже сходят вы слышите очень хорошо и отсюда уже в принципе видно вся линия восхождения как вы будете идти по леднику там есть два снежно-ледовое поле и вот эти камни как ни странно они называются камни пастухова если вы знаете если кто-то поднимался на эльбрус вы знаете что на эльбрусе есть на эльбрусе с юга есть скалы пастухова они названы в честь нашего исследователя путешественника так вот пастухов он и побывал и здесь и он совершил первое восхождение на казбек с севера со своей экспедиции и вот эти камни вот эта гряда как раз камни пастухова они есть и здесь и названы честь нашего географа смотрите теперь по вот стоянки у пика уже д мы поговорили что первый пункт это кармадонские ванны второй пункт желательно это 3 500 крест стоянки под пиком уже д здесь ветрено и что с водой вода здесь есть но не всегда смотрите вода из покромки ледника вот здесь когда ледник начинает таять соответственно происходит это примерно в десять утра тогда можно запастись водой и она будет у вас там какое-то время вечером все это замерзает и после 6 получается воду отключают воды нету после там 6 7 потому что ледник перестает таять и нужно об этом позаботиться то есть если вы планируете восхождение тем более вам нужно накипятить термос подготовиться для приема пищи вам нужно о воде подумать заранее такой момент что она должна быть набрана и уже ждать потому что ее просто потом не будет вот об этом в принципе здесь все вот такой вид прекрасный вы видите альпинисты готовят готовящиеся морально и физически к восхождению и вот такой вид открывается из палатки на казбек у казбека две вершины восточная западная восточная она повыше это как раз пять тысяч три метра а западная вершина она там 18 метров ниже можно совершить восхождение многие совершают восхождение и на казбек восточный и на казбек западный и в принципе это не так даже сложно как сделать допустим восхождение на эльбрус восточную эльбрус западный вот здесь тоже видно что ледник немножко изрезан там есть трещины и теперь по снаряжению смотрите обязательно иметь конечно же с собой веревку обязательно иметь страховку нижнюю страховку обязательно иметь с собой ледорубы потому что восхождение на казбек севера как можно сказали это экспедиционное восхождение здесь и групп меньше и целом спасателям до вас очень далеко поэтому все спасательные какие-то вещи все спасательные операции они на вас лежат ложатся целиком и полностью поэтому будьте готовы к тому что здесь есть два снежно-ледовых поле одно с небольшими трещинами объективным больших трещин там не видели до вот этих камней пастухов и потом когда вы выходите уже на казбекское плато там есть прям такие большие трещины и можно довольно здорово провалиться поэтому обязательно идти в связках обязательно эти следорубами обязательно иметь собой ледорубы для того чтобы организовать спасательную станцию и прочие вещи поэтому здесь конечно пренебрегать этим нельзя потому что о том что вас быстро прям спасут при восхождении на казбек севера это очень такая неоднозначная история о том как телефоны в конце оставлю слайд с телефонами где можно зарегистрироваться в мчс куда конкретно там можно по электронной почте можно по телефонам но в целом у вас должно быть все снаряжение для безопасного восхождения об этом нужно позаботиться заранее кошки ледорубы ледобуры когда лет допустим веревка на всех членов группы все это у вас должно быть можно конечно эти в каске кто как ходит там кто-то ходит без краска когда провалится в трещину это очень больно и обидно биться головой можно просто разбиться когда там куда провалился и и повисел там уже такое поэтому все вот меры предосторожности желательно выполнить вот еще одна фотография как выглядит ледник вот посмотрите насколько он изрезан это как раз ледник майли все в таких трещинах очень когда видишь все это думаешь как классно что тропа все-таки идет по другому сюда на комментарии смотрю наконец-то стало понятно что когда рассказали что обженикизовская железная дорога так хорошо что маршрут не проходит где-то здесь на понятно почему не проходит потому что просто я не знаю здесь надо быть самоубийцей чтобы по таким вещам можно было идти вот опять же очень хотел показать вам вид ночной когда звездное небо когда небо чистое когда виден казбек и вот ночь перед восхождением перед тем как вы готовитесь вы можете созерцать вот такие красоты то ради чего собственно мы ходим в горы для того чтобы отвлечься перезагрузиться для того чтобы насладиться природой вдохнуть себя вот эту красоту уединение и на казбеке с севера как раз это уединение больше чем у других маршрутов из-за того что в принципе меньше групп меньше людей и какая-то вдохновляющая красота это энергии которые вы там получите хватит просто еще на долгое-долгое время и вернувшись сюда будете работать с какой-то другой силой другой энергии и в принципе можете переосмыслить много восхождения вообще толкают людей на какие-то там переосмысление своей жизни ну я не буду в этом рассказывать каждый свое время об этом узнает либо уже узнал это здорово но в целом там конечно можно питать себя вот такие красивые вещи вот передвижение как раз фотография показывает передвижение по плато казбекское плато здесь как раз вот идет группа наша группа здесь предварительно воткнули камеру для того чтобы снять кадр вот это за закрытый ледник по ним может передвигаться очень осторожно потому что провалиться можно где угодно и в примере я приведу восхождение не с севера восхождение с юга мы поднимались четыре назад и в том месте где никто никогда не встречал трещин абсолютно человек провалился то есть гиды местные люди которые там постоянно водят группы там просто все выстегиваются и говорили что здесь безопасно здесь можно ходить куда угодно делать селфи фотографироваться и человек в принципе так и сделал мы потом прозвали паша трещина потому что паша все шутили что он единственный человек который смог провалиться в том месте где вообще трещина не предвиделось действительно там очень много таких моментов скрытых где можно провалиться поэтому нужно быть конечно во всеоружии нужно понимать что безопасность прежде всего провалиться можно на плато провалиться можно выше потому что казбек получается уже превосхождение на казбек там тоже есть несколько таких трещин несколько снежных мостиков и прям некоторые люди смотря разрезы прям так впечатляются очень потому что довольно таки круто вот смотрите восхождение на казбек с севера восхождение на казбек с юга это разные восхождения до определенного момента вот до вот этого момента когда вы проходите по снежно-ледовому полю вы вклиниваетесь в тропу восходителей с юга и потом эта тропа она превращается уже такую в полноценную магистральный автобан здесь уже много людей много туристов потому что восхождение на казбек с юга она популярная очень много будет выходцев из европы украина польша очень много так ледобуры в августе сентябре необходимость петр сапожников пишет да ледобуры необходимы в любом случае потому что без ледобуров вы вряд ли сможете что-то организовать какие-то спас работы при провале в трещину поэтому буры на случай провала нужны и даже мария суханова она она у нас альпинистка с опытом она ответила ожидать что буры нужны обязательно это может без бров тогда смысла вообще все все остальное снаряжение она теряется вот здесь даже на фотографии увидите восходителей которые вот там группка идет и здесь прям это превращается в такой живой муравейник обогнать там группу довольно сложно потому что начинается довольно круто уже вот с этого момента здесь вы еще и здесь уже получается такой довольно крутой участок поэтому там приходится ожидать нуждать своей очереди принципе ничего страшного это горы и здесь все соблюдают регламент соблюдают правила принципе вот так уже выглядит крутой участок набор высоты идет такой довольно серьезный и вот на этом наборе высоты конечно вытоптано есть ступени очень многие так как довольно круто забирают очень многие отдыхают подолгу отдыхают прям там могут по пять минут и люди которые наверняка сейчас смотрят трансляцию там мои друзья прекрасно помнят сколько там отдыхали при первом восхождении бывают просто люди для того чтобы сделать шаг особенно если не акклиматизированные акклиматизация как раз это наверно залог успеха для восхождения в горах обязательно посчитайте статьи обязательно знакомьтесь с правилами акклиматизации на спортмарафоне все это есть и много кто из спикеров экспертов говорил это уже там сергей видение я бы часто привожу пример о том что акклиматизированное восхождение и восхождение без акклиматизации это два совершенно разных восхождений. Я вам скажу, что мы довольно часто совершали безаклиматизационные восхождения, то есть какое-то ограниченное, очень сжатое время. И это довольно сложно, и это довольно сильно бьет по организму. Зачем это нужно вам? Лучше акклиматизироваться, лучше поднявшись на стоянке как пиком ОЖД. Веревка тоже нужна при штурме. Да, обязательно веревка нужна при штурме. Я сейчас расскажу и покажу, почему она нужна. Значит, акклиматизировавшись, простояв на пике ОЖД, погуляв какие-то, сходив опять же на камни пастухово, вы гораздо лучше себя будете чувствовать для штурма вершины. В целом, восхождение сам штурм при восхождении на Казбек с севера, если сравнивать восхождение на Казбек с севера и Казбек с юга, то сам штурм он проще, он по продолжительности короче. Вот смотрите, если вы поднимаетесь на Казбек с юга, из Грузии, то высота штурмового лагеря, метеостанции, это 3,700. И с высоты 3,700, она еще довольно протяженная по километражу, не только по набору высоты, вам нужно подняться на 5,33. Здесь на стоянке под пиком ОЖД находятся на высоте, получается, 4,200. И, соответственно, у вас уже есть преимущество перед, получается, стоянками на метеостанции. И набрать, и по высоте здесь гораздо меньше, и, соответственно, по протяженности этот маршрут короче. Вот именно от стоянок ОЖД он получается короче, стремительнее. Вот. Поэтому, акклиматизировавшись, выйдя в 3 часа ночи, выходить можно там в 3-4 часа, когда он уже, в принципе, рассветет. Поэтому можно не выходить, выходить уже, когда светло, и с фонариком пройти там буквально полчаса-час, первое время восхождения. Вы спокойно за 6 часов, там, кто-то даже может за 5, вы можете сбегать на вершину и обратно. Это прям... Все зависит, опять же, от вашей физической подготовки, но это довольно-таки просто. Ну, уклонистое, да. Вот это уже группа здесь идет объединенно, здесь кто-то с юга, здесь вот ребята, которые идут с севера, здесь довольно уклонистое. И вот ребята спрашивали, почему веревки? Веревки нужны в том числе, когда вы подниметесь на седловину, вот в седловине надо как раз отдохнуть, набраться сил, может быть, попить чайка и посмотреть на ситуацию. Потому что очень часто вот здесь бывает просто бутылочный лед, и многие группы провешивают перила. Да, все, на комментариях видел. Многие группы провешивают перила для того, чтобы безопасно подняться. И веревку, конечно, вы поднимаете, желательно подниматься сюда с веревкой. И смотрите, здесь, если вы начнете лететь, да, не дай бог, то лететь там как раз за отрещин очень неприятный момент, поэтому на куполе вот здесь, на предвершинном гребне нужно быть очень осторожным. Это прямо такое место, где не надо расслабляться уже перед вершиной. И однозначно лучше, конечно, максимально безопасно, обязательно в кошках, потому что, смотрите, многие поднимаются до седловины, ну, в зависимости от условий, если просто там по снегу, многие могут подниматься и без кошек. Здесь кошки лучше надеть, потому что без кошек можно, опять же, я говорю, нарваться вот на этот бутылочный лед и просто улететь. Там очень уклонисто, очень круто. И да, вот как раз на этой фотографии вы можете увидеть, что под ногами вот у альпиниста просто вот участки вот такие ледяные. И здесь, если сорваться, можно лететь довольно долго и довольно-таки неприятно. Поэтому желательно, конечно, быть в кошках, быть следорубом для того, чтобы хотя бы задержаться на склоне. И если очень ветрено, если погода не позволяет, если прям сильно, вы видите, что состояние склона прям такое агрессивное, лучше, конечно, провешивать период для большей безопасности. Лучше потратить время дополнительное, но пройти этот участок безопасно. Вершина Казбека, вот как раз на вершине Казбека. Вершина Казбека, она, в отличие от Эльбруса, допустим, она никак не обозначена, то есть на ней нет никакого христа, нет никакого тотемника. В общем, это просто небольшой такой пятачок. И как раз вот с восточной вершины очень хороший вид открывается. Там видно и церковь, которую люди проходят при восхождении с юга. Очень много вообще чего можно увидеть. Отсюда виден Эльбрус в хорошую погоду, многие вершинки главного Кавказского хребта. В общем, такой пятачок, на котором можно провести время. Но опять же, если вы идете в сезон, если вы идете в сезон восхождений, то однозначно одни вы на этом пятачке не будете. Здесь будет какое-то количество людей, потому что потянутся люди с юга, какое-то маленькое количество людей с севера. И вот с вершины как раз видно Казбекское плато, видно часть маршрута, по которому вы идете. И вот где-то там стоянки под пиком ОЖД. Вот. Этот слайд вам в помощь для того, чтобы можно было зарегистрироваться в МЧС. Как раз телефоны, можно это сделать по телефонам, можно сделать это по электронному адресу. Он на ваших экранах сейчас находится. Вот. Что еще хотелось сказать? Естественно, хотелось сказать о том, что Казбек – это красивое, уникальное восхождение Казбек с севера. Я всем рекомендую, для тех, кто хочет попробовать, особенно сейчас, в нынешних условиях Казбек из России, я думаю, он будет актуален, популярен. О том, что не успел сказать, может быть, очень бегло, из-за того, что вечер, может быть, не сильно сейчас красноречив и, может быть, не сильно так правильно структурировал мысли. Поэтому, если что, пишите в комментариях, обязательно отвечу в комментариях на интересующие вас вопросы по этому восхождению. Смотрите, оставить это место в чистоте – это, опять же, обязательно, я призываю. Такие места, конечно, прям орды туристов не ходят. Ходят знающие, понимающие ребята о том, что мусор за собой нужно обязательно уносить, собирать и не оставлять его там. Ну, в целом, на всякий случай напомню о том, что существует экологический кодекс туриста и желательно, конечно, даже не желательно, а обязательно, на самом деле, его соблюдать, для того, чтобы мы приходили и наслаждались красотой этих мест, красотой природы. Они там разбросаны мусором, какими-то пакетами, бутылками, склянками. Поэтому, все, кто пойдет на Казбек с севера, обязательно заботьтесь. А если вдруг кто-то, ну, бывают такие нерадивые туристы, если вдруг кто-то оставил там мусор, ну, его соберите с собой для того, чтобы мы оставили эти места для наших потомков просто в идеальном состоянии. Так, да, ну, оставляйте, получается, свои комментарии. Желаю вам удачных восхождений. Смотрите обязательно статьи, о которых я вам говорил на спортмарафон. Это о том, как можно оформить пропуск через госуслуги. Мы ссылочки прикрепим обязательно. И в ближайшее время, когда трансляция будет доступна в записи, мы еще прикрепим файлик со снаряжением. Обязательный файлик, чек-лист, по которому можно собираться очень удобно. Вы просто его сможете распечатать. И по нему уже понятно, что вот на Казбек Сера полный список снаряжения у вас есть. Вы по нему уже отлично соберетесь. И все будет окей. Вот все, что я хотел сказать по Казбеку. Друзья, до новых встреч, удачных восхождений и до встречи в горах. Все, ждем вас. Субтитры подогнал «Симон»!